Привет, друзья, с вами Херднекс, и сегодня мы попробуем с вами совершить еще один заходик в игрушке под названием Little Dungeon Stories. Мы с вами дошли, по-моему, до 40 какого-то этажа, если я не ошибаюсь, и при этом остались в здравом уме, при деньгах и живым, до определенного этапа. Так, что мы имеем? Смахните, смахиваем. Так, начнется история, для начала смахните влево или вправо. Меня не терпится, пора начинать. Я не знаю, какая тут разница, скорее всего, никакой. Так, черта духа. 18 интеллекта... 16 интеллекта минус 4 харизмы, плюс 2 ключа, 2 факела минус 20 хп, 15 страниц, но минус 20 человечность. Хмммм... Давайте, наверное, интеллект вкачаем за счет харизмы. Пока это самый оптимальный вариант. Так, карта разблокирована на этом уровне подземелья. С этого момента она будет появляться в этом подземелье. Оп. Боже, что за звук? Обычная вонючая крыса. Очень быстро бегает. Позволить ему укусить меня. Либо убегать. Давайте убежим. Что такое? Ааа... Спрятать изменения в ваших четырех основных характеристик. Слепота. Из-за того, что я убежал от крысы, я ослеп. Ммм? Ладно, деревянный ящик. Открыть. Пустой ящик. Похоже, что в ящике нет ничего, кроме пыли и паутины. Окей. Ничего не остается, как уйти. Так, необычное кольцо у нас содержит темную звезду. По идее, оно у нас меняет золото на человечность или наоборот, я не помню. Если мы уничтожим неизвестный эффект, если мы его подберем, у нас будет, по сути, дебаф. Баф-дебаф. Если не ошибаюсь. Ну, давайте подберем. Мы за счет золота, по-моему, подняли человечность. Менять человечность... или наоборот. Ну, короче, не суть. Зелье человечности. Его грех не выпить, но у нас будет дебаф. Насколько я понимаю. Да. Так, странное чувство. У вас начинает болеть золото. Это я знаю. Оборотень-охотник. Оборотень в костяной броне ищет кровь. Но у меня нет крови для тебя. Но нам с ним биться вообще не вариант. Поэтому сбегаем. У нас опять слепота почему-то добирается. Так, знамя порезать на бинты. Порезать на бинты можно использовать. Взять его или создать зелье очищения, если плюс 10 удача. А что дает нам зелье очищения? Ну, давайте попробуем. Так, зелье очищения можно использовать для восстановления кровотечения и восстановления здоровья. Выпить, либо подобрать. Пусть пока лежит. Что ж так громко. Так, наковальня. У нас нет должных знаний. Сорян. Крыса обычная, вонючая. У нас и так слепота, как бы, да? Просто позволить укусить, это как-то очень странно. Особенно нам четко дают понять, что это вонючая. Обычная крыса, которая очень, как бы, мягко говоря, хорошим не сулит. Так, магазин предметов. Что вы хотите приобрести? Флакон зрения. Антидот. Либо же бинт. Давайте флакон зрения. Неизвестно, правда, сколько оно стоит. Так, флакон зрения и стреляет слепоту. Выпить. Отлично. Так, дверь к биомам грибов. Войти, конечно. Так, ловушка шипа. И не осознав этого, вы наступили на ловушку. Прыгнуть со всей силы. Попробовать убежать. Убежать с ловушки глупо, а прыгнуть я даже не знаю. Если она уже сработала, то мы только сильнее воткнемся в шип. Ну ладно, давайте попробуем убежать. Нам удалось, мы хп не потеряли. Так, ловушка активирована, вы повредили ногу. Ой, ага. Такой, ага, повредили ногу. Так, и у нас есть кровотечение. Ну ладно, пока пусть по чуть-чуть капает, потом если что, выпьем зелье. Большая лягушка. Странная лягушка с фиолетовыми глазами. Пахнет приятно. Мне интересно, при каких обстоятельствах было выяснено, что она пахнет приятно. Лизнуть ее. Либо же потереть ее. Я не понимаю, что это за значок. Это мы плюс получим. Если плюс, то это охренеть какая фартовая штука. Ну давайте лизнем. Видимо, что-то из одного должно было сработать, и слепоту получили. Так, светлячок энергии. Летающие насекомые восстанавливают энергию, когда вы при смерти. Попробовать поймать его. Оставить его. Попробовать поймать. Вроде бы не удалось, потому что у нас не появилось ни бафа, ни вещей. Так, усиленный железный щит. Обычный железный щит. Щит из ящиков. Сколько он стоит? Ну пофиг сколько. Давай. Так, щит. Е-бой. 19 защиты и 8 использований. Так, по предметам. Мы можем взять факел, можем взять ключ. Либо же рецепт. Давай, наверное, мы его возьмем. Так, взять его. Замечательно. Слизень энергии. Мы, кстати, слишком много новых карт встретили. Биться с ним, сбежать. Ну давайте попробуем биться с ним и войти в защиту. Он нас коснул. Маленький паук выглядит безобидно, но он прыгает на вас. Позвольте ему укусить меня убежать. Так, убежать. Потеряли деньги. Светлячок человечность. И небольшое летающее насекомое восстанавливает человечность, когда вы при смерти. Попробовать поймать. Я не могу понять, мы поймали или нет. Вот в чем вопрос. Так, ладно, давайте хильнемся. А что так мало отхилило? Совсем мало. Так, вы упали на землю, поранившись. И потеряв деньги. Замечательно. Мои деньги. Моя лодыжка. За что мы больше будем переживать? За лодыжку, наверное. Так, слизень энергии. Биться с ним и сбежать от него? Ну нафиг. Зелье энергии. Замечательно. Выпить. Но у нас человечность заканчивается и хп. Так, дверь ведущая в основные катакомбы. Ну естественно мы войдем. Мы же бесстрашные. Рецепт какого-то зелья для расшифровки нужен алхивный. Давай. Гоблин. Маленький гоблин появляется перед вами. Сбежать, наверное, в нашем случае будет лучше. Так, паук, пусть хрызанет. Позволите укусить и он нас отравил. Вы теряете энергию и смахну карту. А что, когда мы убегали, мы что? Мы теряли, по-моему, деньги и здоровье, да? Сын алхимик, он спрашивает вас, если вы хотите усилить эффект от следующего зелья, который вы выпьете за деньги. Нет и смайлик. Почему смайлик? Ладно. Так, фляга гиганта, заката, храбрости. Давай гиганта. Восстанавливает немного здоровья и человечность. В нашем случае это просто оптимальный вариант. На самом деле. Так, очень маленький орк направляется к вам. Очень маленький. Давайте войдем в защиту. Так, шум вдалеке. Ужасный шум проносится по всем уголкам подземелья. Но откуда он доносится? Это не сулит ничего хорошего. Груда костей на земле. Обыскать кости, ничего не трогать. Ничего не трогать, потому что, по-моему, в последний раз там появился моб. Если не ошибаюсь. Так, орк бежит на нас. Ну, давайте биться. Грубая защита. Выдержали. Алтарь. Очистить мою душу. Сломать его 35 сил. Нужно очистить мою душу. Правда, ну ладно. Это, в принципе, неплохо. Так, рецепт темного зелья. Нужен алхимик. Подобрать. Алхимический стол. У вас нет должных знаний. Мне интересно, в какой момент я получу должные знания, чтобы заниматься алхимией. Вот что меня смущает. Так, вы увидели на земле сундук. Ничего не сделать. Использовать ключ, а если нет, сломать. Нет, у нас энергии немного, чтобы ломать. Кольцо жадности. Ну, айда. Так, эффект битвы с врагами. Давай. Так. Большая лягушка. Странная. Пахнет приятно. Она может, по всей видимости, рандомно усилить несколько показателей. Отличную энергию поднял. Супер гуд. Так, забрать рецепт. Трещина в земле. Вы упали на землю, поранившись и потеряв деньги. Моя лодыжка. Ну, деньги мне не столь важны. А вот хп. Исцеляет яд. Выпить, подобрать. Пусть будет. Горшок с порохом. Полон пороха. Сломать его мечом. Пройти мимо. Скорее всего, у нас сейчас жахнет. Сломать мечом. Порох. Если его смешать с песком, можно создать взрывчатку. Подобрать. Порох есть. Колонна 35 этажа. Нам ничего не даст, да? К сожалению, да. Так, наковальня. Нет должных знаний. Груда костей. Обойти. Ну, нафиг. Так, магазин. Магазин. У нас нет ключа. Давай ключ. Все, мы все деньги потратили. У нас нолик. Игра окончена. Вы бедны. У вас недостаточно длительная покупка еды для вашего... Что? Простите. Допустим. Смахните, чтобы увидеть свой счет. Но у нас счет очень плохой. 3200. У нас там было максимально 4 с чем-то, по-моему. Так, у нас не хватило денег на еду и отдых. Это очень странно. Это на самом деле очень странно. Ладно. Я готов. Так, две карты разблокированы на этом уровне подземелья. С этого момента она будет появляться в этом подземелье. О, какой-то шприц. Окей. Так, для насчется история. Смотрим, что у нас есть. Дух молнии пассивный. Я не знаю, что это дает. Дух защиты плюс один щит. Дух алхимика, два рецепта зелия и кольцо жадности. Давай защиту, что ли. Железный щит. Спасибо. Алхимик. Спрашивает, не хотите ли бы превратить рецепты в обмен за деньги. У меня нет рецептов. Так, черный код. Можно погладить, получить человечность. Либо же перейти дальше. Ну, давайте погладим. В принципе, нам не важно. Так, в ящике еще один железный щит. Можно продать его. Отлично. Призрачный рыцарь. Призрак появляется перед вами. Ему нужно немного вашей человечности. Нет. Одна человек... Немного, минус 50. Нет, товарищ. Не в этой жизни. Так, крыса обычная вонючая. Давайте попробуем дать ей нас грызануть. Мы теряем здоровье на протяжении пяти ходов. То есть, в принципе, желательно их все-таки избегать, тратя энергию. Так, вы упали на землю, потеряв... Так. А до этого у нас был знак вопроса. А теперь я вижу действительно, сколько я потеряю. Ну, давайте мои деньги. Так, ключ забирай. Ступеньки. Темные ступеньки, похоже, что они куда-то ведут. Идти другим путем, идти вниз. Идем вниз. О, блин, здорово. Ну, давайте, в принципе, попробуем с ним сразиться. В защиту. Нет, 15 он пробивает. То есть, 15 защит недостаточно. Так, груду костей обойти. Алхимик тоже. До свидания. Зелье здоровья. Спасибо. Как никогда вовремя. Круг крови. На полу лежит камень с круглым углублением. Наполнить дыру кровью. Давайте проверим. Так, вы наполнили углубление. Камень раскололся и что-то появилось. Окровавленный меч. Эффект битвы с врагами, несмотря на то, что он сделан из стекла. Он достаточно прочен. 8. 24 показатель силы. О майн гот. Так, ну теперь я гоблину буду кромсать, получается. Так, лягуха. Дает нам какой-то из бустов. Мне кажется, что здесь 100% даст всего по 10. Либо же 1 на 50 и рандомно. Мне кажется, что это так работает. Давайте попробуем всего по 10. Да, абсолютно верно. Всего по 10 неплохо работает. Так, обычное кольцо содержит темную энергию. Забираем. Алчный попрошайка. У стены в коридоре вы видите человека с длинной бородой. Подать милостыню, притвориться, что не заметил его. Ну, давайте попробуем. Нам нужно узнать, что дает карта. У нас повысилась человечность, но потратились деньги. Понял. Так, переработать в бинты. Взять его. Отлично. Бинт юзнулся. Наковально не должных знаний. Дверь в библиотеку. Конечно, выйти. Так, книжная полка. Вы нашли книжную полку в комнате. Прочитать что-нибудь. Каменный сундук. Вы видите каменный сундук на земле. Кстати, интеллект на 10 поднялся. Что с ним можно сделать? Использовать ключ, если нет, взломать замок. Давайте попробуем. Еще одно кольцо жадности. Погнали. Так, книжная полка в комнате. Прочитать. Шум вдалеке. У нас 25 интеллекта теперь. Приносится по углам. Так, не сулит ничего хорошего. Забрать свиток. Книжная полка. Прочитать что-нибудь. Ну, давайте еще энергии потратим. Осколок мудрости. Таинственный сверкающий объект. Может, кузнец знает, что это. Но у нас же нет кузнеца. Ладно, зато интеллект у нас 35. Для чтения книг и свитков. Подобрать этот осколок. Если вы соберете три, кузнец могут выковать предмет. А-а-а, вот оно что. Так, котик, давай тебя погладим. Магазин зелий. Это у нас хп и человечность, да? За 20 монет. Наверное, давайте ничего не забрать пока. Факел забрать, естественно. Паучок не надо нас кусать. Книга алхимии. Содержит все знания о создании зелий. Прочитать, если интеллект 35. О, да! Так, отлично. Книга кузнечного дела. Содержит все знания о починке вещей. Если 35 интеллект. О, да! Хренда себе, мы получили кучу по идее знаний. Так, спрашивает вас, хотим-не хотим. Алтарь. Прапай мне человечность, спасибо. Деревянный ящик. Рецепт, давай. Дубина. Продать. Паучок покедово. Рюкзак с зелиями. Добавляет одно место под зелий и излучает темную ауру. Что такое темная аура? Одно зелие еще, это, конечно, хорошо. А что такое темная аура? Добавлены слоты под зелия. Так, хорошо, рецепт еще один. У нас, правда, не лезет. Надо было его куда-то деть. Нам точно нужен ключ. Так, есть ключик в кармашек. Дрова, отлично. Сейчас поднимем три показателя. Так, ступеньки спуститься вниз, да? Давайте пойдем вниз. Там в основном что-то интересное. К примеру, кстати, пожалуйста, ящичек. Ящичек дает нам еще один железный щит. Давайте его продадим, потому что у нас денег немного. Зелье энергии выпить. Крыса, пошла нахер. Оружие брать нам пока ни к чему. Проклятый ключ. Я помню, что он неплохо понижает так человечность. Но я не помню, где он... Он, по-моему, где не юзается, как проклятый ключ. То есть он остается у нас как обычный. Ну ладно, давай. Горшок с порохом. Давай сломаем, заберем порох. Может он все-таки нам где-то пригодится. Так, быстренько отпрыгнуть, либо же... Отбежать. Давайте отпрыгнем. Так, большая лягуха пахнет приятно. Давайте понадеемся на рандом. Человечность, отлично. Так, порошок с песком. Порошок с песком. Горшок с песком. Так, сломать его мечом. Забирай песок. Его можно смешать с порхом для создания взрывчатки. Вот, взрывчатка. Смешав, вы создаете небольшую взрывчатку. Так, ее можно использовать, чтобы взрывать стены. Так, зелье усиления. Так, эффект следующего зелья будет удвоен. Пусть лежит. Я не знаю. Мы его можем, кстати, продать, да? Пусть лежит у нас как запас денежный. Так, дверь ведущая в основные катакомбы. Войти. У нас энергии нет. У нас нет энергии. Все остальное вроде бы неплохо, вот с энергией жепа. Так, открыть железный меч. Продавай. Трещина в земле. Вы упали, поранившись, потеряв деньги. Моя лодыжка, это мы потеряем больше хп. Мои деньги мы потеряем больше денег. Вроде бы. Или наоборот. Не суть. Так, маг хочет продать вам различные предветы. Цена зависит от вашей харизмы. Она с харизмой в жопе. Давайте посмотрим, что у вас есть. Так, книга Блэксмита. Мы уже ее изучили. Книга путешествий во времени и алхимию. Алхимию мы уже изучили. Нам теперь нужно идти на ковальню или еще что-нибудь, чтобы увидеть, что нам эти знания дадут. Так, книга путешественника во времени. Мне 35 интеллекта требует. А цена неизвестна. Ладно, давай возьмем. Так, особая книга для путешествий назад во времени. Прочитать. Фактически она нам ничего не дала. Но, возможно, она нам даст возможность один раз, типа, умереть. Но это не точно. Так, убежать от крысы. Лестница поднимается вверх на пару этажей. У меня нет энергии. Надо идти другим путем. Так, у вас нет должных знаний для починки вещей? Что? В смысле? Я прочитал книгу. У меня 35 интеллекта. I'm a genius. Так, котик. Давай. Попрошайка. Он нам даст за бабло человечность. Так, и мы уже знаем даже сколько. 25 приблизительно за 15 монет. А если я уйду, то мы минус 20 получим. Ай ты мать твою. Ладно, давайте подадим ему. Так, можем юзнуть проклятый. Либо продать его и получить деньги. Давайте продадим. Так, груда костей обходим сразу. Факу забирай. Тотем неизвестного. Ты хочешь знать секрет? По-моему, в прошлый раз меня обманули. Ну, давай. Маленькое пламя. Обреченная душа с горящим телом достаточно милая. Биться с ним, накормить ее и сбежать. А нам это что-то даст? Или типа мы с помощью факела избегаем неплохих люлей? Ладно, давайте сбежим. Так, гоблин. Ты сейчас у нас получишь люль. Держи мечом по голове. Так, алкемик спрашивает, не хотим ли мы превратить рецепты. Хотим. Меня интересует хил. Зелье энергии. Не, ну ладно. Так, эта вспышка была создана. Вспышка храбрости. 10 энергии, 10 хп. И зелье человечности плюс 20. Слушайте, мы столько зельей нахерачили. Кстати, зельей было сколько? 4, по-моему. Надо бы пересмотреть. По-моему, учитываются даже рецепты, которые у нас не влазят. Но не суть. Так, поранившись, потеряв деньги. Блях, а в нашем случае я даже не знаю, что хуже. Ну, давай так. Рецепт темного зелья. Для расшифровки нужен алхив. Подбираем. Каменный сундук. Взломать за 30 энергии. Ох, ладно, давай. Пустой сундук, блях. А моя энергия в жопу просрали просто на ровном месте. Так, крыса, уйди. Р-р-р-р-р-рфу. Р-р-рфу. Давай мы тебе дадим по голове. Так, зелье отхил. Супер. Рецепт зелья, давай. Гоблин, давай тоже по голове получишь. Держи, спасибо за деньги. Дара в земле, падаем опять. Опять падаем. Любой из вариантов у нас минусы все равно. И то, и то. Костер, маленький костер, у которого можно отдохнуть. Отлично, отлично. Слушайте, мы на 50 этаж сейчас заберемся. О, майн гоут. Так, что нам нужно купить? По идее, ключ не помешал бы, чтобы не тратить... Давай, чтобы не тратить... Энергию на взлом. Так, и стреляет в слепоту. Давай. О, он как... Так, огромный орк не дает вам пройти. Он ненавидит, когда его будет. Биться с ним. Держи по лицу мечом. Отлично. Куча энергии просто в ноль почти. Что? Так, вы победили в битве. Огромный орк умер. Хорошие новости. Сундук открываем. Благословение. Плюс 50 это. 50 это, конечно, энергия. Мы сейчас без энергии опрокинемся. Так, громадина обычный враг из огромных костей. Сбежать биться с ним. Давайте сбежим, наверное. Амбаляха, здесь еще один враг. Так, ладно, этому в лесу будет. Так и быть. Потеряли хп, получили деньги. Так, ловушка с шипами. Опять мы олюлились. Только в этот раз мы в любом случае тратим энергию. А потом тратим хп, да? Я вас понял. Круг крови. Но, пожалуй, я не буду повторно его проходить. Мстительная земля. Земля треснула и выпустил ядовитый газ. Сжечь газ факелом. Либо вдохнуть газ. Ну, наверное... А у меня факела нет. Поэтому мы вдохнем газ. Плохо. Вы падаете в пропасть. Возможно, вам стоило осветить путь. Но у меня нет факела. Мой путь. Есть факел. Найс. Ключ еще нашли. Ква-ква. Так, лягуха. А почему у меня периодически не видны параметры карты? Я понять не могу. Или я их, типа, запоминать должен? Это не дела. Так, давай всего хоть чуть-чуть. Зелье здоровья сверху. У нас еще кровотечение и слепота, кстати, да? Спрятать изменения ваших четырех основных характеристик. Угу, угу. Так, сундучок открывай. Бинт. Бинт. Бинт его. Юзнули. Котелок. Вы нашли котелок в комнате. Выпить из него, либо уйти. Бах. Потеряли деньги и хп, получили вот эти два показателя. Так, рюкзак с зельями. Еще один. Давай. Рецепт. Давай. Трещина зель... Да сколько может? Блях. А мы сейчас, скорее всего, соснем. Чего бы, конечно же, не хотелось бы, но... Осталось совсем чуть-чуть. Земля треснула, выпустила газ. Да серьезно. Девять этих и 30 хп осталось. Жечь газ, пакет. У меня 16 хп, а показатель уже в ноле. Что? М? Окей. Так, сын алхимика спрашивает, хотим ли мы усилить зелье. Нет. Крепкий амулет. Это кулон создан в виде медальона. Он выполнен из темно-синего бисера. Сломать его, продать его. Давайте продадим. Нам нужны деньги. У нас заканчивается все. Себе 10 этаж. Вы нашли еще одну странную колонну. В любом случае, от нее можно только уйти. Книга путешественника во времени. Особая книга для путешественника назад во времени. Но мы же ее уже читали. Так-то. Вообще-то. Так, костер отдохнуть. Найс. Слушайте, мы прям живем. Так, вы зашли в тупик. Удары по стене издают глухой шум. Используй взрывчатку. Хоба. Кукла импа. Кукла, созданная из особой красной ткани, наделяет странными чувствами. Взять ее. Нет, я потерял человечность. Собака. Игра окончена, ваше тело было поглощено чем-то зловещим. Теперь вы часть подземелья. Эх. Грусть. Так, чтобы увидеть свой счет. Счет 4 тысячи, кстати. Не так уж и много. В прошлый раз было приблизительно столько же. Но мы дошли гораздо меньше. Гораздо меньше. Но сейчас у нас гораздо профильнее. Мы теперь хоть знаем, как работают определенные карты. Это ли не чудо? Это просто восхитительно. История у нас немножко подлиннее стала. Короче, ту куклу ни в коем случае нельзя брать. Это надо запомнить. В любом случае. Хорошо, ребятки. Пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.